23 тур мэлбет первая лига последний матч игрового дня тур завершается поздние часы весь тур вмещен в один день первый стартовый день недели необычное явление но все мы знаем с чем это связано выходные три дня голосования президента выбор президента россии отсюда и понедельничная программа все юный орбита 30 лет вся карьера впереди видели вы наверняка нашу графику посвященную к фатахов смирнов по флангам фатахов справа смирнов слева веденеев и осипа в центре обороны вот сейчас может опасно султонов принимает мяч тимошенко обыгрался с ним через левый план атака в шрафную подачи арене удар мистеренко после удара головой тимошенко справляется с этой задачей достаточно уверенно но сашкаряки нарендованный у балтики этой зимой лимитчик сразу занявший пост первого галки пера удар поворота мистеренко это пришел крижа еще на стандарт пришел словенец остался и сыграл этот мяч и пробил створ удары не скажу что удары таят невероятную угрозу для нестеренко нет туда и логично да что 3 играет роге встреча собой а ты знаешь вот султонов не получается удар чуть было голевую передачу султонов не сделала знаешь как хороший пас не пропадет да а также не ушел с левого фланга атаки подключался сейчас крупным планом а семерка уступает до обойма хороший момент проход прострел мяч в створ полетел как казалось после этого рейда кузнецова к воротам но в конце концов в перчатках у нестеренко оказался гордюшенко можно сказать искусный кузнецов великолепный проход да и прострел будет убивание попадать в руку или нет показывали сейчас тимошенко с партнерами что осипов лежал на газоне мяч ему угодил в руку но команда сторожука была чудо хороша родина вот еще раз я говорю о том что второй год подряд не знающий момент может быть и юши тоже долго тоже долго и тем не менее и тем не менее вот был ли это удар на повторе посмотреть кажется что римашенко пойти на дальнюю штангу сейчас его допустим можно было замыкать евгений осипов до связка с токазовым это сыгранный тандем но сегодня вединеев вместо пока свои штанга это в свои ворота как пробил сейчас так нелепо падая едва не попал александр смирнов повтор будет артика уже не знают охота за языки футбола говорила ставить спину и вот момент может быть по правому краю атака гостей прострел грузов и теперь уже в центре внимание александр корякин классно прошли классно подали довели дело до удара это купаль отвечает сразу на выпад хозяев и опять вадим и всеев недоволен а здесь едва опять тимошенко в упор не расстреливает после просто расстрела кузнецова сложно там вот я эпитета нашего коллеги вспоминаю из одной из предыдущих матчей нестеренчище конечно удар в ближний но он и заслуживает капитан купать случае победы сегодня химки проиграли это важная лидер лидер а не тихимик слово и дома кстати дома да 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 до двор и один тимошенко сейчас евсеев я петля к претензии к судье или в своей команде иван тимошенко и нас В списке бомбардеров приходят болельщики. И вот начало второго тайма. Вот Евсениях, вот Вадима Валентиновича, которая лучшая. Премьер-лигу Куликову и возможность играть в Москве. Момент! И здесь действительно опасно было, но не получается сильным этот удар сделать, потому что, в общем-то... Тигр, 12 мячей, 10 передач. То есть сегодня вот юбилей, и вот юбилей, и можно было отметить уже сразу голом, но от того всего хорошо вышел Ивана. Или Тимошенко был вне игры, потому что Юшин был для меня отдал. Да, 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 я говорю, что вот видел, что вне игры находятся партнеры, поэтому отдавать не стало Тимошенко, но было потенциально опасно. Но вот увидел опытный Юшин, что, скорее всего, это пас... Ну и Кубани практически последний начиск. Шилов с правой ноги, подача, вынос, Калмыков, пришли обороняться все, и все! Во! Свисток главного судьи одерживает очередную победу Родина. Эта победа уже в этом году третий подряд, третья сухая, 5-0. Родина в основе трех матчей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова